здравствуйте переходим к очередному этапу строительства домика вот будем сейчас заниматься полами но не так не сразу как постепенно говорится с одной работы на другой но вот в данном случае подошли к полам что у нас уже здесь сделано но вот если посмотреть вот видите да вот вместо лак мы в начале строительства уложили брус значит 10 на 20 10 на 20 по расстоянию сантиметров где-то в районе 45 50 сантиметров значит вложили брус значит если посмотреть но здесь уже не посмотришь но тем не менее вот видите да вот снизу снизу бруса вот значит подсипа под 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 подшили вот мой маленький кусочек есть специальная значит пароизоляция сейчас пошеле и и степлером а после этого поп нам liksom пошли доской вот край доски здесь видны открой доски полностью попал почему значит по всей площади посадка парчивают워 доску значит после когда попали доску сверху сверху начали уже укладывать утеплитель вот утеплитель здесь от получается три слоя 5 сантиметров утеплителя три слояj значит уложили и желт получается здесь где-то сантиметров 5 свободного пространства а по стенке вот видите ближе стенки вот это стенка которая граничит с улицей будет сена здесь мы уложили уже четыре слоя четыре слоя утилития и 4 слой где-то в расстоянии 30 сантиметров 30 сантиметров вот значит так дальше мы здесь планируем на первом этаже на первом этаже плане ну здесь вот это конечно это уйдет на второй этаж мы еще как говорится не перенесли туда его приобрели но не принесли значит планируем здесь некоторые значит значит фанеру будем ложить фанеру она фанеру уже соответственно или ламинат или линолеум или там еще что-то паркетную доску там будет видно будет что планируем некоторые значит фанеру значит 150 на 150 значит 21 миллиметр толщиной некоторые ложат сразу его да но я значит решил делать обрешетку как буду делать еще посмотрим вот приобрету доску и есть вот где-то 45 50 сантиметров будет такие значит квадратики решетка решетка значит с доски а сверху буду фанеру начну ложить дальше посмотрим работаем по укладке пола фанерой но начнем с того что какая бывает фанера у нас непосредственно в магазине но здесь вот мы приобрели оптом фанеру 21 21 ну в целом она неплохая целом неплохая но отбывает видите вот здесь вот трещина есть перед тем как начать работать пол надо посмотреть все фанеру и выбрать соответственно какая какую куда бывает фанер вот в этот вот этот ряд ровная фанера там было у нас горбатая я и уже уложил положил но и по качеству и что же одна сторона немножко получше другая бывает с очками и прочее прочее есть фанера вот это 21 21 миллиметр есть фанера 18 миллиметров она шлифованная на будем говорить что более лучше подготовленную но соответственно более дорогая каким образом я поступал с фанеры но до этого я говорил что можно укладывать фанеру сразу же по лагом балкам а можно сделать обрешетку но здесь правда уже все завершено завершено ну можно но здесь видно в принципе вот видите да получается я брал значит расстояние фанеры кстати фанера написано метр пятьдесят но она реально метр пятьдесят два с половиной вот видите отсыпал метр пятьдесят два с половиной здесь укладывал первую доску чтобы она на доске соединялась и насоединялась и это эту часть эту часть получался делил еще получается раза на три части получается вот одна доска здесь еще еще две три доски и вот получается вот такая обрешетка и соответственно здесь вот соединял но здесь можно посмотреть хотя здесь уже все завершено но вот здесь в ванной комнате та же самая история та же самая история единственное что там я доску ставил 28 вот видите вот 28 доска а здесь уже доска 50 но здесь ванная комната что было более помощнее и для того чтобы не ошибиться правильно поставить и вот устанут что в большой комнате что в этой вот видите первую фанеру поставил и будем что в конце комнаты допустим вторую фанеру поставил вот натягиваю нитку натягиваю нитку и по нитке выставляю вот первый уже по нитке выставил и соответственно последнюю по нитке и когда уже начинает стил их стелить второй ряд там третий ряд она ровно подходит ровно подходит значит ну крепил фанеру сейчас я вот это вырежу здесь комнату буду когда начну крепить я вам покажу соответственно ну и здесь вот особенность можно сказать особенность можно сказать вот соединение соединение соответственно межкомнатное пространство видите вот получилось нормально получилось таким образом я делал на балке выводил доску видите на балку выводил доску соответственно уже из этой комнаты в это будет крепление на эту доску и будет хорошо вот пожалуй здесь особенности такие если кто-то пожелает стелить можно стелить без вот этих дополнительных досок можно стелить но будет соответственно расход фанеры побольше здесь соответственно будет больше расход досок кому как лучше каждый выбирает для себя и здесь вот получается видите если посмотреть если посмотреть то получается где-то в квадрат ну в районе 50 сантиметров где-то рулеточка у меня была вот вот рулеточка есть но можно померить вот если на цельном листе вот это по центрам но даже выйдет 48 сантиметров до 48 ну и здесь здесь 50 ну где-то в районе 50 сантиметров получается а здесь вот а здесь вот где балки стояли где балки стояли здесь уже побольше здесь 60 по центрам а второй ряд здесь получилось поменьше поменьше ну где-то в районе в районе 40 сантиметров вот таким образом в принципе ничего сложного здесь нету как крепить это начну крепить я вам покажу уже и будет ясно продолжаем работать я вам покажу я вам покажу вот так палочку поставили и что постучали по ней можно еще немножко вот видите практически нормально можно чуть-чуть пол миллиметра сюда вот нормально все ну здесь получается видите поставили здесь практически зазор везде одинаково и здесь тоже хороший зазорчик маленький пойдет можно расклинивать чтобы крепить но в данном случае я не расклиниваю данном случае не расклиниваю для того что значит значит влево вправо не ушло лево вправо не ушло можно сразу подставить один-два шурупик а вот здесь одинаково вот таким образом здесь хорошо получилось видите если бы саморезами можно сразу саморезами крутить но и сначала шуруп сначала сначала что дело сначала сверлю под саморез под шуруп после этого значит зинкование ну и потом сам шуруп ну значит у каждого свое мнение кто-то предпочитает шурупы кто-то саморезы но шурупы конечно значительно дешевле а вот в данном случае они работают неплохо как работаю любимыми гвоздями но гвозди тоже большие чтобы проще работать и тоже сначала на сверлю вот видите вот по балке здесь вот балка идет как раз вот здесь сюда мы гвозди вставим ну расстояние где-то 25 сантиметров где-то 25 сантиметров вот сначала на сверлю таким образом так потом немножко углубление сделаю вот проводные шуруповерты все в нем хорошо но единственно что виде путается провода путается немножко затруднения зато не надо заряжать батареи так и вот вот этот небольшой гвоздик на 150 весело забиваю забили и другим гвоздем утопили его немножко помяливаете гвоздь его следующий как раз и забиваю это череду забили забили так утопили в принципе проблем нету шурупами шурупами я где-то сверлю здесь 75-25 шурупы маленько почаще ну где-то 15 сантиметров до конца не досверливаю ну начать может это почаще получается может где-то почаще здесь снова тоже зенкование идет и поехали вот таким образом сейчас не так жарко но когда видите немножко подтягивается видно подтягивается не так жарко но когда работаешь можно чуть-чуть потерь вот пожалуй таким образом если говорить о поле можно провести итоги ну а итог будет следующий то есть фанерой стелить пол не сложно не сложно любой кто пожелает постелить пол фанеры но это в принципе подготовительный пол получается после этого можно стелить или линолиум или ламинат или любую значит доску под паркет ну как только у кого и желание и какие возможности но напоминаю чтобы в порядке работы по полу при по фанере что мы делали сначала значит внизу балок подшили доской 25 потом значит утеплили утеплителем три слоя потом пару изоляцию по натянули потом уложили в доску двадцать восьмую половую уложили доску между досками вот вкладыш вот видя обрезки как раз обрезки пошли это я на втором этаже буду эту доску стелить половую доску там буду средств доской вот используем эти вещи после этого значит уложили фанеру я думаю каждый состояние так сделать если кому-то понравилось берите данный опыт себе на вооружение до свидания до скорых встреч в следующий день